20 тонн мусора вывезет региональный оператор с частного сектора в железнодорожном районе Хабаровска. И еще в августе компания Хаб Автотранс ДВ обнаружил огромную несанкционированную свалку на улице Северной. Тогда нашей съемочной группе удалось пообщаться с местными жителями. Они рассказали, что мусор туда свозят грузовиками уже долгие годы. Несколько дней назад регоператор начал масштабную уборку. Подробности у Марины Рожко. 40 лет в такой грязи живут люди. И ни разу не убирали. Сергей Александров уже пятый день собирает в огромные пакеты останки старых деревянных домов, мебели, игрушек. Мусор сгружают на окраину оврага. В день трехтонный грузовик делает пять рейсов, чтобы вывести все это на полигон. В августе мусора было в два раза больше. Горы возвышались над оврагом и окружали частный сектор. Бытовых отходов было не меньше, чем строительных. Вот этот весь хлам – это не жители улицы. Мы себе вот такое не будем позволить. Вот такие крысы. У нас уже капканы наши не успевают их отлавливать. Вот такие крысы, как кошки отсюда бегут. Территория внутри частного сектора – лакомый кусочек для безответственных жителей, которые не только приносят сюда свой мусор, но и привозят его на машинах. Выгрузить его теперь трудно даже спецтехникой. Шесть человек вручную собирают доски с гвоздями, осколки стекол, оплавленный пластик. Такие отходы опасны и для рабочих, и в первую очередь для экологии. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства телефон не успокаивается. Жители активны. В нашем городе жители сами не просто обращаются. Жители в социальные сети постоянно нам присылают сильные акты для уборки. Поэтому хочу сказать, что эта активность есть. Главное – вовремя поддерживать работу с региональным оператором, выходить на эти территории, расчищать. Своими силами рекоператор планирует убрать здесь 20 тонн мусора за две недели. После этого компания разместит табличку о завершении ликвидации огромной несанкционированной свалки. Мы видели на одной из свалок, когда мы провели ликвидацию, то, что это метод действенный. На сегодняшний день у нас нет никакого ресурса, чтобы устанавливать камеры видеонаблюдения. То есть это было бы здорово, но будет ли это действенно, пока люди сами не поймут, что нужно отходы относить именно в то место, где они должны размещаться и накапливаться. Ликвидацию гигантской свалки поделили на два этапа. Первым делом убирают ту ее часть, которая принадлежит городу. Возмещать затраты на работу будет районный комитет. Оставшаяся территория принадлежит частному лицу. С ним предстоит отдельная работа. Марина Рожко, Максим Артиков, Смотри Хабаровск. За три с половиной месяца работы рекоператор совершил почти 230 выездов по обращениям граждан о несанкционированных свалках. Звонки на горячую линию поступают даже по поводу одного мусорного пакета на дороге. Однако свалками считаются только те, где отходы занимают территорию больше одного кубометра.